Орловский парк Орловский парк находится в Стрельне по дороге в Петергов. На углу Санкт-Петербургского шоссе и фронтовой улицы его не сразу заметишь. Сейчас в парке мало что осталось от былого величия, однако его постепенно начинают восстанавливать. История, связанная с этим парком, впечатляет. Когда-то Стрельна имела шанс стать фонтанной столицей. Именно здесь Петр Первый изначально задумывал обустроить фонтанный комплекс. Для этого была запружена река Стрелка и началось строительство. Но объемов воды хватало лишь для четырех фонтанов. Поэтому было принято решение перенести затею в Петергов. На этом месте образовался Орловский пруд, на берегу которого впоследствии граф Орлов и разбил парк с усадьбой. Пруд изначально назывался заводским, так как рядом с ним в Петровское время работали кирпичные заводы. Алексей Федорович был незаконным сыном Федора Орлова, одного из знаменитых братьев Орловых, оказавших неоценимые услуги Екатерине Второй при ей лошистве на престол. Граф Алексей Федорович Орлов был лучшим другом императора Николаев Первого и по влиянию являлся вторым человеком в государстве. Так как он был внебрачным сыном в потомстве Орловых и поэтому не имел дворянского титула, титул ему был дарован Николаем Первым за участие в подавлении восстания декабристов на Сенатской площади. Землю в Орловском парке ему подарил тоже Николай Первый. Граф Орлов решил построить двухэтажный деревянный дворец в готическом стиле, так как не счел корректным строить каменный дворец рядом с деревянным путевым дворцом Петра Первого. Дворец построили в 1833 году по проекту Петра Садовникова. В центре обращенного к пруду главного фасада выделялась широкая крытая терраса с выходом в парк. Ее крыльцо с двух сторон украшали чугунные орлы на шаре, символ рода Орловых. С боковых сторон дворца были сооружены два пьедестала, на которых установили копии композиции Петра Клотта укрощение коня человеком. Оригиналы стоят на Ничковом мосту в Петербурге. Копии делал сам автор Петр Клотт. Орловский парк возводился по проекту архитекторов Петра Садовникова Иосифа Шарлеманя. Парк был возведен в модном тогда неоготическом стиле. Русские аристократы копировали обычаи английских, а в Англии было принято ценить старину. Старинные семейные вещи и строения обозначали аристократическое происхождение, и ими было принято хвастаться. Поэтому граф построил башню-руина специально полуразрушенную, чтобы показывать ее иностранным гостям, аристократам, как древнее фамильное владение. Башня-руина построена на насыпном холме высота 30 метров. Стены облицованы туховым камнем. От башни-руины идет подземный ход к гроту. Сейчас он закрыт. Еще одним объектом, который должен был подчеркнуть аристократическое происхождение хозяина усадьбы, является готический колодец. Он выполнен из камня с чугунным подъемником в виде журавля. Колодец не использовался по назначению, а был декоративным. Сегодня в парке можно увидеть дворцево-парковый ансамбль, домик привратника и ворота, готический колодец. Башня-руину с гротом и видовой площадкой наверху. Оранжерею. Комплекс конюшен с хозяйственными постройками. На зданиях конюшен до сих пор сохранились скульптуры с головами коней. До сих пор в Орловском парке сохранились постаменты клоттовских коней. На одном из них видны остатки арматуры, с помощью которой статуи крепились к пьедесталу. Нет достоверных сведений о том, куда подевались статуи во время Великой Отечественной войны. По одной версии скульптуры были вывезены немцами во время оккупации. По другой их демонтировали перед войной и где-то захоронили, а захоронение осталось неизвестным. По третьей версии версии местных жителей в августе 1941 года две скульптуры клоттовских коней, созданных методом гальванопластики, переплавили для нужд промышленности. А деревянный дворец Орлова при вступлении советских войск из Стрельни подожгли наши, выполняя приказ ничего не оставлять врагу. В усадьбе был целый комплекс, где размещались главным образом конюшни для породистых лошадей, а также оранжерея и птичник. Там выращивались пальмы, ананасы, бамбук и другие редкие для России растения. Все это делалось исключительно на показ, не для питания. Большую часть построек занимали конюшни, которые, в отличие от Орловского дворца, сохранились до наших дней. Здесь находились лучшие орловские рысаки. История их появления в России очень интересна. Эта порода берет начало из Турции. Дядя графа Алексей Григорьевич был послан Екатериной Второй в Турцию подписывать мирный договор, по которому России должны были отойти земли. Во время переговоров ему показали чисто белых турецких жеребцов. Такие жеребцы были большой редкостью. И дяде, конечно, захотелось удивить этим двор. Он не подписывал мирный договор, настаивая на том, чтобы в придачу к землям отдали еще и жеребца. В итоге коня ему так и не дали, но он выкупил его за 60 тысяч рублей. В те времена это была стоимость каменного замка, а лучший экипированный конь в России стоил тогда 22 рубля. Именно рубля, а не тысяч. А жеребца нужно было еще доставить в Россию живым и здоровым. конь порода была хоть и красива, но не устойчива к тяжелым климатическим условиям. Поэтому решено было везти его не на корабле, а своим ходом. Не более, чем по 10 верст в день. В итоге на доставку коня ушло два года. Коня доставили целым и здоровым в село Хреновое Воронежской губернии, где и был основан Орловский конезавод. Отсюда и пошла известная орловская порода коней, в котором совмещалась арабская стать и северная выносливость. Во время строительства парка пруд неоднократно местами засыпали и переделывали. В результате образовался остров, который назвали островом любви. К нему сейчас ведет туфовый мостик с торца острова, который сохранился до наших дней. А русский Версаль, в кавычках, как известно, был создан в итоге в Петергофе, где условия снабжения водой фонтанов были более благоприятные. Что интересно, Орловский пруд ныне все же питает два фонтана перед фасадом путевого дворца Петра Первого. Очень впечатляет Орловский водопад на реке Стрелки. Он поражает своей красотой и мощью. Особенно красив он в солнечный день. А река Стрелка течет дальше и впадает в Финский залив. Время меч